Их день расписан по минутам. Капельница, уколы, процедуры. Но Полина Левещева с сыном Мишей все равно находит время для математики. Подготовку к школе пришлось прервать три месяца назад. Мальчик почувствовал слабость, поднялась температура, пришлось ехать в больницу. Нам поставили диагноз – ликоз. И мы лежали вот на этих коечках, а потом нас перелили бокс. Потом потихоньку-потихоньку восстанавливается все стало у него. И нас перелили в общую палату. Теперь мы лежим вместе со всеми, а других кладут в бокс, потому что надо им подлечиться. Боксированные палаты нужны для изоляции больного. В онкоотделении их три, но этого недостаточно, говорят медики. Во время химиотерапии иммунитет сильно снижается, и любая инфекция или грибок может привести к серьезным последствиям. Простой пример. Плесень, которая живет в домашних условиях у человека, вот черная плесень, в ваннах очень часто бывает. У человека с нормальным иммунитетом она не вызывает заболевания. Максимум, что может быть, это аллергическая реакция на эту плесень. А у пациента, который получает химиотерапию, этот плесневый грибок может уничтожить легкое за неделю. В новом корпусе будет 10 специализированных боксов для онкобольных, еще 10 для пациентов гематологического профиля. Пока увидеть здание можно только на бумаге, но уже точно известно, что через три года оно будет. Распоряжение о выделении федеральной субсидии более 305 миллионов рублей, подписал Дмитрий Медведев. Такую же сумму на условиях софинансирования добавит Тульская область. Этого хватит на первый этап строительства. Всего же нужно порядка двух миллиардов рублей. Мы расширим коечный фонд на 150 коек. Это где-то 20 тысяч квадратных метров. И плюсом расширим параклинические службы. Это рентген-диагностическую службу. Мы РКТ сможем поставить в детскую областную клиническую больницу и, разумеется, расширить лабораторию. Так что важен для нас и термотологический детский центр, и термотологическое отделение с ортопедией, безусловно, и онкогематологическое отделение, которое по современным условиям должно уже располагаться абсолютно в других помещениях. В начале 2000-х планы корпусов были не только на бумаге. Даже сваи вбили. И на этом все. В 2007 году из федеральной программы проект исключили. В 2016-м появилась надежда. Третья неделя на посту временно исполняющего обязанности губернатора. Алексей Дюмин приезжает в детскую областную клиническую больницу. Общается с пациентами и врачами. У последних спрашивает о наболевшем. Сейчас главный врач Людмила Котик вспоминает. Коллектив решил не обращаться по мелочам, а рассказать о главном. В беседе с сотрудниками мы затронули вопрос о том, что нам бы хотелось достроить наш больничный городок и вот эти два корпуса. На что Алексей Геннадьевич сказал, а есть проектно-симентральная документация? Мы сказали, что есть. Он сказал, хорошо, я попробую решить этот вопрос. И решил. Федеральные субсидии по программе развития здравоохранения получили три региона. Республика Бурятия, Хабаровский край и Тульская область. Сейчас в региональном Минздраве оформляют документы на передачу земельного участка. Старые сваи снесут. Для двух корпусов в детской областной клинической больнице потребуется новый фундамент. Возводить эти корпуса планируют по современным технологиям.